Московские дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. Их основная задача привести в порядок трассы. А дороги с приближением весны разрушаются на глазах. По городу уже тысячи ям. Асфальт не выдерживает перепадов температуры. Репортаж Сергея Самохи. Дорожная техника на этой улице была совсем недавно. Но рядом со свежими заплатками уже разрослись новые ямы. По каким-то еще можно проехать без последствий, другие лучше объезжать. Приходится аккуратно ездить и пытаться лавировать таким образом, чтобы не создавать еще и аварийную ситуацию. Те, кто за рулем уже не первый год, принимают дорожные провалы как данность. Как обычно, как снег сходит, так одни ямы появляются все на свету. Как всегда. Как весна, как начинает течь, как начинаются лужи, так сразу ямы. То, что ранней весной дорожные ямы начинают разрастаться в геометрической прогрессии, не примета, а закон физики. И вода при замерзании расширяется и, попав в небольшую трещину, буквально разрывает асфальт. На кафедре дорожно-строительных материалов МАДИ десятки образцов покрытия. Но ни одно из них, даже самое современное, не выдерживает испытания русской весной. Асфальтовый бетон на дорогах так или иначе стоит. Но, тем не менее, полностью исключить разрушение этого материала в наших климатических условиях, увы, не представляется возможным. Дорожные службы уже работают круглосуточно в интернете. Масса роликов, где рабочие закидывают асфальт в лужи и снег. За это в комментариях их, мягко говоря, сильно критикуют. В данном случае все нелицеприятные эпитеты в адрес дорожных рабочих можно оставить при себе. Это новая технология, она немецкая. Здесь используют так называемый жидкий асфальт. Его можно укладывать даже в минусовую температуру. И кладут вот такие небольшие лужи. Причем гарантия на заплатки минимум один сезон. Но в реальности они служат до пяти лет. Жидкий асфальт разогрет до 200 градусов. Вода закипает на глазах, и моментально испаряется. Экстренный ямочный ремонт, как говорят специалисты, единственный выход. Небольшая трещина из-за перепадов температуры за сутки может превратиться в яму размером с футбольный мяч. Если ждать, когда дороги высохнут, то можно потерять всю магистраль. Именно так и произошло в Ростове, на одном из центральных проспектов. Дорожное полотно придется менять целиком. В Краснодаре сухо, но здесь даже не думают браться за ремонт. Когда вы будете ехать по этой улице, такое чувство, что здесь было танковое сражение на Курской дуге. В Перми из-за проволочек с ремонтом чуть не произошла трагедия. Небольшой провал за считанные минуты превратился в бездну, которая буквально поглотила автомобиль. С мной часто ездят дети, и на это место я сюда с ними приезжал, забегал им две минуты. И повезло, что детей в этот момент не было. Эксперты оценили ремонт автомобиля в 100 тысяч рублей. Сейчас Сергей готовит иск в суд. И пока ни одна дорожная организация не признает ответственность за данный участок дороги. Сергей Самоха, Александр Губанов, Дмитрий Сорокин. Вести. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok